Рыбный ряд на одном из рынков Шимкента. Ассортимент разнообразный. А что с качеством и условиями хранения? В этом ряду элементарными нормами пренебрегают. В этом холодильнике хранится рыба, а здесь ее сортируют и очищают. У вас есть акт выполненных работ по дезинфекции? Нет. Как так? Почему нет? Мы все выкинули. Зачем хранить? Ну как мы поймем, что вы отработали? Ну вы нам дайте замечание, больше не будем выбрасывать. А в этом ряду не могут предоставить разрешительные документы на продажу. Рыбу, говорят, поставляют на прилавки из России. Соответственно, должны быть и сертификаты. Когда фура пересекает границу, ставят печати о том, что все нормы соблюдены. После нужно уведомить ветеринарную службу, что товар идет на прилавки. Вы должны нас пригласить. Нужно все это зарегистрировать и проверить. А это одна из школ Шимкента. Здесь специалисты ветинспекции проверяют, чем кормят детей. Нарушения выявлены буквально с порога. От хранения продуктов в холодильнике до норм чистоты в школьной столовой. Не было соответствующих документов на хранение продуктов питания. Нет маркировки на яйцах. Они могут быть домашние, не фабричные. Дезинфекция в холодильных камерах не проводится. Мы провели проверку и направим акт для принятия соответствующего решения. Такие проверки в Шимкенте будут проходить на регулярной основе, говорят в ветеринарной службе. Контроль подключают и представители прокуратуры. В ведомстве поясняют нарушений много, отвечать и исправлять их спешат единицы. На данный момент у нас проверено 8 школ совместно с прокуратурой, где выявлены нарушения по несоблюдению перемещения продукции. То есть продукция из сельхозпроисхождения поступает без сопроводительных документов, а также нарушены условия хранения данной продукции. На объектах внутренней торговли по городу Шимкент проводится инспекторами ежедневный контроль. В случае выявления нарушений поступления сельхозпродукции на месте оформляется административный штраф. Много таких нарушений? С начала года достаточно. В ведомстве призывают предпринимателей соблюдать нормы, установленные ветеринарной службой и другими ведомствами. В противном случае последует наказание по всей строгости закона.